Эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но специалисты предупреждают, что следует оставаться бдительными, ведь в любой момент инфекция может вернуться. Пока во всем мире идет активная работа над созданием вакцины против COVID-19, один из действенных способов лечения инфицированных уже найден. Это аппаратный плазмоферез, который позволяет использовать в лечении кровь уже переболевшего человека. Подробнее обо всем Георгий Дзапаров. Аппаратный плазмоферез как метод лечения новой коронавирусной инфекции. Суть в том, что в крови человека, переболевшего вирусом, вырабатываются антитела. Это иммунные белки. Таких людей медики называют донорами-реконволюсцентами. В их крови есть антиковидная плазма. Переливание этой плазмы пациенту и должно помочь справиться с болезнью. Один выздоровевший может сдать 600 мл плазм. Это две лечебные дозы. Масштабных лабораторных испытаний еще не провели, но специалисты отмечают положительную динамику. Аппаратного плазмофереза проводят на этом оборудовании. В первую очередь производят забор крови для лабораторных исследований. Нужно убедиться, что донор абсолютно здоров. Дальше кровь поступает в так называемый колокол. Он внутри аппарата. В нем с помощью центрифуги выделяется плазма и попадает в этот мешок. А кровь возвращается обратно в организм донора. После донорскую плазму инактивируют. Проще говоря, обеззараживают на специальном оборудовании в течение 20 минут. С использованием систем, содержащих метиленовый синий и обычный видимый свет. То есть взаимодействие этих двух факторов приводит к внедрению метиленового синего в ДНК вируса с последующей его активацией, разрыв цепи ДНК. И действует это обеззараживание как на вирусы оболочечные, так и безоболочечные. После обеззараживания плазму фильтруют и подвергают шоковой заморозке при температуре минус 40 градусов. До получения лабораторных исследований ее хранят в холодильнике. Убедившись, что донор здоров, плазму этикетируют и передают в лечебное учреждение. Процедура абсолютно безвредна и добровольна. Все доноры, переболевшие коронавирусом и сдавшие плазму, хотят помочь врачам и пациентам побороть недуг. Донорской плазмой лечили и другие вирусные заболевания. Первые попытки переливать больным сыворотку от пациентов, у которых выработались антитела к определенному вирусу или бактериям, предпринимались еще в 19 веке. В начале 21 века плазмы лечили заболевших атипичной пневмонией и вирусом Эбола. Насколько эффективно такое лечение, судить пока рано. Данных о таком методе лечения коронавируса очень мало. Высококачественных испытаний, которым доверяют врачи по всему миру, до сих пор нет. Хотя во многих странах, помимо России, например в США и Великобритании, начали собирать плазму переболевших COVID-19 людей. Лечение считается экспериментальным. Георгий Дзапаров, Алан Суанов, Новости Осетии.